Здоровый образ жизни, в который органично вписаны занятия физкультурой и спортом, стал для многих жителей Славянского района насущной необходимостью. Но для занятий все-таки нужно иметь определенную материальную базу. Подобные проблемы жители небольших населенных пунктов районная власть не оставляет без внимания. Как руководство района исполняет обращения граждан, узнавали Андрей Вишневский и Александр Косицын. В хуторе Коржевском есть много любителей физкультуры и спорта. Своими силами они сделали оборудование для небольшого тренажерного зала, который разместился в Доме культуры. Но была острая необходимость приобретения профессиональных тренажеров. Коржевчане обратились с этим вопросом к главе Славянского района и получили положительный ответ. Беговая дорожка и силовые тренажеры уже установлены в зале. Мы были очень рады, когда Роман Иванович пообещал нам эти тренажеры, причем поставил их очень короткий срок. Население радо. Ходят девчонки, ходят мамочки молодые, с утра прибегают. Ходят подростки, ходят молодежь. По вечерам занимаются взрослые люди. Мы довольны. Спасибо большое. Спортивная площадка в поселке Целинный, открытая благодаря действию программы развития спорта в Славянском районе, помогла создать жителям комфортные условия для занятий физической культурой. Вот только была одна проблема – освещение. На встрече главы Славянского района с жителями Целинного от них поступила просьба осветить площадку. Работы уже выполнены. Установлены два дополнительных светильника около площадки. Наша площадка очень хорошо освещена, и благодаря этому освещению мы успешно занимаемся спортом. Вот так, как говорится, слова не расходятся с делом. Селяне получили возможность заниматься физическими упражнениями в любое удобное им время. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».